В Актюбе заброшенное здание бывшего историко-краеведческого музея превратилось в пристанище для лиц без определенного места жительства. Горожане обеспокоены судьбой старинного здания и просят власти привести его в порядок. В каком состоянии находится сейчас памятник архитектуры с почти вековой историей, расскажет Лейла Уесова. Актюбинские краеведы основали музей в 1929 году. Памятник архитектуры и объект культурного наследия находятся в самом сердце старой части города. Еще шесть лет назад его признали аварийным и решили закрыть до лучших времен. Фасад еще стараются содержать в надлежащем виде, но внутри царит настоящий хаос, как после разгрома. Фотографии, можно же было их хотя бы забрать? В заброшенных залах, где когда-то устраивали выставки и экскурсии, теперь гуляет ветер. Везде пыль и грязь, разбросаны портреты героев войны, ветеранов труда и прочие фотоматериалы из музейного архива. Двухэтажное здание уже давно пустует, медленно разрушается и стало пристанищем для лиц без определенного места жительства. Неравнодушные актюбинцы теперь переживают за судьбу старинной постройки. Они просят не сносить ветхое строение, а привести его в порядок. Музей находится в воплощенном состоянии. Для того, что надо делать, думаю, надо модернизировать, чтобы там не заходили некоторые люди, допустим, всякие люди, чтобы там не портили, еще больше ухудшали состояние здания внутри, чтобы не ухудшали. В музейных фондах хранится больше 100 тысяч экспонатов. Здесь им стало тесно из-за нехватки экспозиционных площадей. Еще в 2016-м пожар в архиве едва не уничтожил ценные артефакты и уникальные коллекции актюбинских краеведов. И уже через два года их перевезли в новое просторное здание, которое построили по программе «Рухани-Жангру» в микрорайоне Бат-Эс-2. Что теперь ждет старое здание, рассказали в городском отделе культуры. На данный момент разработана проектно-сметная документация капитального ремонта и сейчас документы на экспертизе. Здесь будет городская централизованная библиотечная система с каворкингом. На баланс городдела аварийное здание передали всего три месяца назад. Новые владельцы повесили новые замки, а на прилегающей территории стали проводить субботники. Вопрос к капремонтам должен решиться и совсем скоро на месте бывшего музея своей двери распахнет библиотека нового поколения. Лайла Уэсова, Жумарт Хадыбергенов, телеканал ТДК-42, Октубе.